Здравствуйте, с вами Саммит Алиев. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента, заявил, что США высоко оценивают приверженность премьер-министра Пашиняна делу мира и приветствуют недавние заявления президента Алиева об обсуждении амнистии. Так называемый парламент должен быть распущен. Элемент, именующий себя президентом, должен сдаться. Все министры, депутаты и другие чиновники должны покинуть свои посты. Только в этом случае можно будет говорить об амнистии. Ну и самый главный месседж, на мой взгляд, это следующее. Армения не должна забывать, что из лачины видны села Армении. Не стоит рассматривать эту фразу как угрозу, это простая констатация фактов. Ну, например, глупо спорить с тем, что солнце всходит на востоке, Волга впадает в Каспийское море, угол падения равен углу отражения, а Карабах – это Азербайджан. То есть, налицо прописные истины, объективная реальность. А если кто-то считает, что солнце вращается вокруг Земли, в Каспийское море впадает Енисей, а у Карабаха будет автономия, то это его проблемы. Проблемы, существующие исключительно в его какой-то альтернативной реальности. Воображение. Воображаемые друзья, воображаемый миллион долларов в кармане, ну, на воображать себе можно много чего, но к фактам, опять-таки к прописным истинам, к объективной реальности, эта воображалка не имеет никакого отношения. Мир надо принимать таким, как он есть, и не смешить окружающих выдумками. А вот нам есть над чем посмеяться. Например, Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, потребовал от Азербайджана до 6 июня текущего года включительно предоставить информацию о двух армянских военнослужащих. Ну, давайте по полочкам. Во-первых, ничего мы никому не должны. Во-вторых, еще раз, кому мы должны, всем прощаем. В-третьих, это отловленные диверсанты, которые понесут суровое наказание по статьям «Терроризм и контрабанда». Указ 7-8 шьешь, начальник. Я шью? Да при чем здесь я? Если бы ты посмотрел на себя со стороны ручников, ты бы заметил, что указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у тебя на лбу отпечатан. Еще раз, мы ничего не собираемся забывать, даже не надейтесь. Ни отношение соседей к нашим военнопленным, ни молчание того же ЕСПЧ в отношении наших пленных. Это объяснимо. Мы понимаем, на чьей стороне их симпатии. Но тут есть одно небольшое «но». Наши отношения с Европейским Союзом прагматичны до нельзя. Мы не стремимся к интеграциям, кооперациям. Есть торговые связи, ну и ладушки. А потому и требовать у нас ничего нельзя. У нас можно только просить. Вежливо, тихим голосом, заискивающим. Ну, можно покаянно постучать лысиной в паркет. И побольше самокритики, нам это очень нравится. Ваш прекрасный бизнес-план, все не армяне должны нам, армянам, потому что мы древние, мудрые и вообще христианский форпост, перестает работать. А зажиточно светящиеся в полумраке «золотые зубы» – это не очень хорошее подспорье для вашей экономики. Кстати, о птичках, как в том анекдоте. Точнее, насчет экономики. При условии вашего примерного поведения, если вы будете подсоединены к международным проектам в регионе, вы должны скакать от радости до потолка. И не веря такой везухе колоть себя булавкой, в заправду ли счастье такое, не сон ли, не пригрезилось ли. Ну, по большому счету, мы желаем вам добра. Разумеется, при условии, что нам будет еще лучше. История – это не наука. Она пишется не только на папирусе, бумаге или пергаменте. Она пишется на обломках павших государств. И не чернилами, а кровью и соплями побежденных. Кто победил, так ее историю трактует в выгодном для себя свете. Побежденный в лучшем случае пишет на стенке в лагере, а победитель – на стене Рейхстага. Такое сплошь и рядом случается. История вообще любит посмеяться. Вот захотелось кому-то Третий Рейх? Да не вопрос, усмехнулась Клио. Вот тебе целых две Германии, но маленькие. Захотелось Великой Армении? Тоже не вопрос, кушай. Но в стороне от международных проектов, с провальной демографией и в логистическом тупике. Там в четырех стенах тебе никто не помешает строить свою реальность, свой прекрасный новый мир. У Стругацких есть замечательный роман «Пикник на обочине». Уверен, что многие из вас его читали. Так вот, там есть второстепенный персонаж, сталкер по прозвищу Дикобраз. Перед тем, как уйти в зону, он говорил друзьям сталкерам, что попросит у исполнителя желаний, чтобы тот оживил его мертвого брата. Сталкер Дикобраз вернулся из зоны сказочно богатым. Он добрался до исполнителя желаний, но исполнитель желаний знал, чего на самом деле хотел сталкер и дал ему то, чего он на самом деле хотел. Сталкер Дикобраз, вернувшись из зоны, покончил жизнь самоубийством, потому что получил гору золота, а брата так и не оживил. Так какого мира ты хочешь для себя, Армения? Самит Алиев, специально для Калибер АС.